всем привет с вами акула и космонавт и как я и обещала показываю вам чем я занималась между сериями кроме того что собирала всякие расходники и готовила еду меня заинтересовало что за споровик такой отображается на карте аж в двух местах вот поэтому я пошла его искать как выяснилось еще и аура такая которая при использовании чутье navi чутья navi появляется она тоже как раз рядом с этими споровиками находится вот первый из них мы находим неподалеку от места битвы из прошлой серии на летающих островах вот и второй будет там где мы с вами искали дорогу вверх по водопаду вот я в тот момент думала что вот этот светящаяся аура на чутье это относится к нашему квесту но это светящаяся аура она вот к этим споровикам отсылает они нам полезны тем что перманентно увеличивают здоровье вот сейчас я покажу где находится этот споровик на карте и сразу же перейдем ко второму вот второй тоже не сразу удалось найти немножко попрыгать по скалам пришлось вот но если знать где он находится такой пещерки за уступом то можно легко найти его и вот он второй споровик сейчас мы его найдем вот она аура слегка виднеется и вот и он вот так что пройдет для вас буквально полминутки и мы продолжим искать древо дома аранахи а для меня конечно это все заняло гораздо больше времени итак мы вернулись к тому месту где закончили предыдущую серию вот и теперь мы отправляемся к древу дома аранахи самое центральное древо вот но я думаю что по пути мы наверное получим какую-то способность предков вот так что отправляемся и посмотрим что же нас ждет впереди в неизведанных местах так лагерь на и розчерк ткача привет ребята это как будто сарен туда сарен то исчезнувший клан посмотрите на знак да нет она не сарен то есть давно уже не стало надо рассказать канату пусть идет разведчики древа дома все равно ее заметят а вот ребят а поговорить то есть это невежливо так это обсуждать нави когда она тут рядом с вами стоит и делать вид что ее тут нет интересная львиная ягода броня для пояса а у меня сейчас есть место для нет сумка с материалами переполнен но мы запомним что они поймали они поймали животные так рядом есть цветок тарсию да я поняла я опять вышла на голое поле да не уворачивайся ты так хорошо и что я могу с этим сделать не убьет ли он меня после этого нет нет я не тебя хотела извини ударить так как я могу это уничтожить смысле ту самую так тут как я могу его достать отсюда ну непонятно блин животное если что я не специально в тебя ага так это хреновина о отлично значит спереди надо было разрушать может быть даже можно было сделать так чтобы я дистанционно его освободила вот и может быть оно бы тогда в смысле животное напала на моих врагов ладно ну в следующий раз мы будем знать так так контейнер с едой отлично и где то здесь мне говорят это дерево да цветок тарсию или как он там так что такое убеги грозового бамбука я могу его собирать но только когда у меня будет место где то здесь чуть чуть вправо да так так ага это у нас какая то старая база да и здесь же цветок или что нет цветок слева от меня должен быть а нет не а а вообще не понимаю ладно давайте тогда попробуем влезть в базу компьютерный терминал может быть это как то взаимосвязано старая база так так что ж взлом так взлом угу прия тут папка какая то пачка инструкции для ботаника и картинка какое то место посмотрю что там ооо как много обещающе много за новое задание дорога домой часть первая так и что тоже это исследование да дорога домой мне попалось досье RDA с приказами и заметками о неком ученом-ботанике Нейтане Вильямсе там же была фотография отыщите место с изображения тенистый лес неподалеку от центральной части извилистого потока так ну извилистый поток у меня тут теперь этот самый есть да быстрая точка перемещения хорошо но я все-таки не понимаю это вот относится к этому или нет извилистый поток может быть крученая река это другой перевод извилистого потока шелковый лес торчащие шпили а тенистый лес это где лес мотыльков вот фиг разберет это перевод такой дурацкий или что на заказ наряд научного отдела записка добыть образцы прилагаю фотографии а координаты мне можно меня же наверное в этой школе учили координаты читать нет не учили о тут тоже что-то летающее ага а вот и тарсию отлично супер мы нашли тарсию и это самое главное ну а то задание мы потом еще посмотрим обязательно тоже земля с соренту отлично ай не падай так куда выше интересно когда мы получим приручим экрана нам будет проще вот это вот все делать мы сможем в такие места добираться на нашей птичке или только по каким-нибудь отдельным заскриптованным местам можно будет на птице летать потому что даже около самого начального лагеря есть многообещающая вершина на которой помечена какая-то точка интереса вот и она при этом достаточно высоко так ать ура не упала вот она достаточно высоко при этом и залезть на нее без каких-то этих самых птичек у меня не получилось хотя я попробовала так так ой и последний рывок вот и древо тарсию вернее цветок и мы получаем бронелом во время битвы с дезориентированным ОМП вы можете нажать R3 чтобы провести атаку ближнего боя и пробить его броню это это позволит вытащить из экзоскелета бойца RDA который им управляет понятно за за заодно два очка навыков ну супер в чем значит надо а ага значит оглушать свет с шовными гранатами или взломать с помощью сэм надо будет в следующий раз попробовать не нападать на этих самых о чем мне там можно было коснуться ой тянуть чайлиана блин да попробовать их отсканировать вот и может быть взломать с помощью сэм ну я думаю что мы еще не раз встретим экзоскелеты и ой мама вот не раз встретим экзоскелеты и сможем поэкспериментировать так отлично и теперь мы можем идти собственно на наше основное задание давайте задание исследования пока отложим вот и направимся по основному кресту так так опять они там кого-то ловят так а в этот раз давайте попробуем отпустить это животное не привлекая внимание санитаров будет ли это весело ну ну а ну просто сбежала ладно не очень-то и хотелось хотя я думала что будет гораздо более весело как-то очень много здесь как сказать бойцов орда то есть ну на земле больше не осталось людей все тут тусуют потому что ну как-то ну реально очень много как много цветков ростков нам по пути встретилось но этот пока маленький он нам только дал опыта одну что-то очень дал далеко какие-то очень большие расстояния древо дома замечательно ух ты огромное реально привет смотри настоящая соренто то есть лучше не лезть к небесным людям это я не лезу они сами ко мне лезут что тут всякие разговоры так мы сюда или куда а сюда эй чужак я таких как ты еще не встречал ты из какого клана какой странный вид Этуа пригласила меня увидеться с ее отцом а что у тебя на лице это знак соренто соренто которых мы знали не стали бы порочить эйву в грязи небесных людей это все что у меня есть люди похитили нас когда мы были людьми ваш клан не единственная их жертва ваш народ так давно исчез а ты еще цветешь юностью скажи ты помнишь мудрость твоего клана или небесные люди исказили твой дух шшш убери оружие цепкий взгляд глаза соренто но я вижу в них боль позволь дереву дома укрыть тебя от бремени прошлого мы вернем тебе цвет или хотя бы твоей одежде здесь ты продолжишь путь своего народа как я скучаю по их сказаниям им нравился наш праздник шелкового рожая сладкий аромат краски душа моя канат отдай мне соренто бедное дитя не знает наших обычаев иди поговорим когда устроишься мне нужно поговорить с отцом Этуа о сопротивлении не сейчас душа моя он наш Олоэктан лидер клана давай сперва приведем тебя в порядок а то тебя даже ангсик испугается и кстати на твоем месте я бы не стала говорить о небесных людях от них сплошные неприятности а канат неприятности не любит давай я лучше тобой похвастаюсь наш клан так давно не видел саранту ваш народ делал жизнь интереснее как то раз они поведали нам о гигантских закру у этих зверей есть особый брачный ритуал который судя по всему может длиться несколько дней впрочем поговорим об этом позже у нашего дерева много историй и много лет жизни твои предки были его гостями и ни один саранта не мог устоять перед танцем наших красок посмотри как любят мои ткани корану милая покажи над чем работаешь изумительный шелк правда нити были крепче когда еще не закрылись цветки мотыльков и все же лучшего шелка ты не найдешь даю тебе слово он прочнее щетины Закру корану настоящая мастерица она точно сумеет тебе помочь и буду благодарна если отвлечете меня я уже несколько часов убьюсь никак не получается именно то что хочу не толкайся надеюсь ты найдешь что-нибудь по вкусу рукава накидка и поясанье так ну как мы помним чертежи даются за бесплатно а что у них можно купить значит отличные материалы наручи ресурс причем дружба с кланами прикольно сортировать по возрастанию дружбы это вот это вот дружба да дружба с кланами способствует совместная работа выполнение заданий или победа над rda значит чтобы получать их предметы надо с ними дружить да прикольно ну я поняла спасибо дай мне знать так войдите древа ну я вошла и что а ой так мне надо продолжать за ней следовать да очаг в нем можно готовить да это полевая кухня где можно готовить релун наконец ты решила почтить меня своим присутствием и смотри я привела саранту разве ты не рад нашла себе новую заблудшую душу чтобы провести ее через ухабы жизни ну жди счастья саранту а ты все такой же сварливый если мозгов хватает не позволяй ей забивать тебе голову с шелком и красками суть аранахи выражает вкус релун за словом в карман не лезет но готовят лучше всех так у него исключительные ингредиенты тоже за дружбу прикольно здесь можно поготовить да здесь можно готовить причем тут аж несколько точек для готовки замечательно так нефига ты где так девчонки перетирают краски ну куда мне идти то а вот спряталась а это моя дорогая подруга китанге нафика уже взяла саранту под свое крыло а это бы не помешало только посмотри на эту одежду ужас фу все грубое и жесткое как из цветка отшельника сделано не хватает тебе памяти предков уж они-то одеваться умели у меня в жизни другого и не было ну теперь ты у меня засияешь джунгли будут завидовать твоим краскам душа моя на шашелка тебя очень пойдут если шкуры стурмбиста подбить тебя в лесу точно никто не сожрет ну или как минимум зубы пообломает шкуры стурмбиста это дитя следы-то читать умеет вроде бы неплохо получалось неплохо скажите-ка дети неплохо это у нас чтобы жить или чтобы выживать Иту сейчас на охоте он хороший учитель да если только ты его найдешь Иту тебе поможет но смотри не помешай ему благодарить за такое он явно не станет иди душа моя достойная охота покажет канату что ты помнишь как жил твой народ я не помню как жил мой народ так можешь отдохну остаться и немного передохнуть проекты отравленный лук ну замечательно и материалы они тоже продают за дружбу окей и длинные луки и все прочее ну хорошо так а здесь у нас что это пожертвовать корзина клана используйте корзину для пожертвования чтобы придать клану предметы и укрепить дружбу с кланами Солик я саранхи и ты был прав но все же одна из них отнеслась ко мне дружелюбно Нефика сказала что смогу впечатлить каната если докажу что могу охотиться тебя отправили на охоту нужно было научить тебя выслеживать цель все в порядке Нефика сказала что один из охотников Иту все мне покажет знаешь что тебе ничего не нужно доказывать ты саранто канат должен относиться к тебе канат должен относиться к этому с уважением тебя всегда должны всегда рады видеть в штабе и дело здесь тоже не в проворот так ориентир мы снимаем достигнуты новые задания как можно достигнуть заданий так найдите Иту убежище охотника на юго-западе от дерева дома северный берег крученой реки юго-запад от дерева дома это вот здесь крученая река ну давайте попробуем посмотрим так значит сюда для пожертвований так так а где нибудь делать оружие возможно так а ты кто Ты не знаешь, где Вуан? Она обещала, что принесет мне красители. Но ее уже давно нигде нет. Прости, но я не знаю, кто это. Я не могу сама собирать то, что нужно. У меня нет экрана. Вуан предложила помочь, но вдруг с ней что-то случилось из-за меня. Если хочешь, я могу поискать. Правда, буду очень благодарна. Она любит собирать материалы в тенистые рощи. Попробую поспрашивать там. А, это дополнительное задание. Прикольно. Значит, они тоже просто так выделяются светяшками. Так, значит, еда. Мне нечего больше надеть. По-моему, я нормально выгляжу. Чего вы? Пропавшая собирательница. Чтобы мы предложили гостям остаться, она должна пройти небольшое испытание. Ну, я как бы на иное и не рассчитывала. Интересно, почему... А, вот, я думала, что вот так вот река продолжается. Но раскрученная река здесь, а север у нас там был. Ну, да, похоже. Ну, пойдемте. Кулинарных ингредиентов я, конечно, понабирала. Вообще. Скушать, что ли, что-нибудь, чтобы еще понасобрать. Мясо, яйцо. Давайте фруктик съедим. И соберем яйцо. Потом, наверное, яичницу сделаем. Тикс. Где? Нет, не там. Да, вот там. Смешные штуки, которые при моем приближении всасываются сами в себя. Так. Что там, интересно, красное светится. Так, это мы помним, что эта фигня электричеством бьется. Мы не хотим этого. Здесь у нас фрукты. Есть ли у нас место для фруктов? Так. Мы в области поиска. Зоми. Фауна. Угу. Это значит его экран. Ну, раз экран там, значит и Иту должен быть примерно там же, да? Бежущая охотника. Так. Мы тихо-тихо пробираемся. И вот мы пробрались. Иту? Привет. Какой у тебя красивый экран. Это Зоми. Мы с ней можем покорить любой ветер. Для нас нет преград. Наши сердца на охоте одно целое. Что, глаз отвести от нас не можешь? Понимаю. Нет, я... Я ищу Иту. Мое имя знают в других кланах. Даже в исчезнувших. Дай-ка угадай. Тебя ко мне нафига послала. Хочешь, чтобы я кого-то учил? Сидеть у дерева дома и рассказывать молодняку об охоте и приключениях – скука смертная. Они не поймут, что значит безопасность для того, кто никогда не был в опасности. Мы с Зоми вместе рассекаем небо. Наши сердца колотятся. Все чувства напряжены. Это дает нам силу. Бесстрашие. Мы лучшие охотники. Нефика упоминала, что вы охотитесь на стурмбистов. Я могу к вам присоединиться? Тебе это нужно? Ты умеешь охотиться? Меня этому никогда не учили. Никогда не учили? Чем же твой народ занимался все эти годы? Может, вы нашли края, где охотиться не нужно, а звери просто сами ложатся и умирают? Видишь, мишень? На таких тренируются все начинающие охотники. Потренируйся, а не то станешь добычей для стурмбиста. Ой, тяжелый лук. Прикольно. Так, инвентарь. Назначьте его в одну из ячеек. Он, да? Так, мы можем... А, нет. Требуется навык подготовка. Давайте пока его вместо прощи установим. Так. Тяжелый лук. Для него нужны тяжелые стрелы. Так. Ну, хотя бы по неподвижной цели ты можешь попасть. Подойди. Неплохо. По крайней мере, у твоей благодарности будет смысл. Благодарности? Ты серьезно? Чем занимался твой клан? Что за жизнь была у вас такая? Это долгая история. Если бы я хотел послушать длинную историю, я бы сидел дома. Каждый раз, когда ты охотишься, ты забираешь жизнь. И поэтому тебе нужно поблагодарить свою сестру или брата за их дары, когда их души возвращаются к Великой Матери. Я тебя вижу. Твоя душа уходит к Эйве, а тело остается, чтобы стать частью нас. Благодарю тебя за этот дар. Так ты позволишь ей вознестись к предкам. Хорошо. Запомни это. И не растрачивай попусты дары, которые получаешь. Дары. Ясно. Шкура, мясо. Ты знаешь, что с ними делать? А, нафига тебе все покажут? Иди. С этим ты и без моей помощи справишься. Так. Закрепление предметов. Закрепить животных, растений и материалы, чтобы узнать об их примерном местонахождении. Понятно. Светяточка. О. Надо же. С первого раза. Это, наверное, потому что он не убегал от меня, да? Я тебя вижу. Твоя душа уходит к Эйве, а тело остается, чтобы стать частью нас. Благодарю тебя за этот дар. Что дальше? У меня сколько-то стурмбистов надо набить? Или мне ему надо было принести? Или что? Ядовитый дождевик. Споры. Понятно. Ну, я убила стурмбиста, и что? Ладно, попробуем пойти сказать об этом. Привет. Нет? То есть, это не считалось, да? Интересно. Почему? А, то есть, вот так вот, да? То есть, тот стурмбист не считался. Ну, ладно. То есть, значит, надо было убить какого-то определенного. А я уже... Извини, животное. Я не специально. Так. Как он тут кругами-то ходил? Вы его специально, что ли, так гоняли? Интересно, почему запах так высоко ведет. Не поняла. Я пришла к концу. Ну, вот запах. Разыщите следы запахов. Вот я разыскала. Я нашла один конец запаха и второй конец запаха. И что? Ой. Извините. Я пойду, ладно? А. Вот они, стурмбисты. Такс. Ай! Все, идите отсюда. Вы мне охоту портите. Да, блин. Вот из-за этих вот хреновин у меня засадная охота слетела. Так. Умри. Твари. Напал их в кусты, да? Да, блин. Сдохни уже. Крепкая сволочь. Ай. Только зря. Так, она теперь всегда будет это говорить, да? Так, от меня отвязались эти штуки? Угу. Там она тоже мертвая лежит. Ладно, вернемся к нашим стурмбистам. Такс. Угу. Не будут от меня бегать. Окей. Тяжкое это дело. Так. Вот так всегда. Естественно, то, что было легко находимо, оно не будет легко находимо. Так. Так. Ах ты ж, блин. Я, оказывается, через... Ой. А ты кто? Это титанатерий. Упс. Извини. Так. Так, я тебя убил или нет? Нет. Да, это будет долго. Так. Так. Ай. Бежим, бежим, бежим. Так. Так. Так, все. Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я могу как-то от него спрятаться, скрыться, убежать? Ай. Ай. Блин, вот... Ведь наверняка меня отправят в момент до убийства, да? Ай. Убийцы турбиста. Куда меня... Куда меня вообще отправила? Так, я немножко поапгрейдила свое оборудование. Тут вот оказался верстак в убежище охотника. Вот, поэтому теперь мы рассекаем в отличном нагруднике, в отличных наручах. Вот, а на опоясанье у меня не хватило ткани. Вот. Также я сделала себе длинный лук, 5% урона по фауне, и модификация рукояти урона скрытности. Вот. И теперь мы все-таки должны попробовать выследить и... убить... Начать с турбиста. Вот. Посмотрим, получится ли у нас на этот раз не вломиться ни в кого. Вот. Не спугнуть стурбистов. И, в общем, справиться без проблем. Вот их, Лешка. Да, в прошлый раз я пропустила, что там есть животное, и... не смогла к ним подкрасться. Так, это стурбисты. Это стурбисты. Слабое место. Ах ты ж... Какой ты крепкий. Ну что ж. Бегом-бегом-бегом-бегом. Не чистое убийство и не милосердное. Благодарим животное за этот дар. Так. Вернитесь в древо дома. Ага. Ну, типа мы доказали, да? Цельтесь в уязвимые места. Забудьте про оружие людей. Вы уничтожите материалы. Окей. Мы учтем. Тогда побежали в древо дома. Или там есть телепорт быстрый. О, есть быстрое перемещение. Замечательно. Канат. Я не перестаю радоваться его имени. Так. Нефика. Неподалеку от очага. Тебе болит голова. Наши дозорные Алима и Нейян оба способные, умные, жаль, не ладят. А это последняя ссора, нечто новое. На это сей раз кажется все серьезно. Нейян кажется напряженным. Конечно, не все так хороши в дипломатии, как Саранту. Ну да. Ну, это тоже, получается, дополнительное задание. Наконец-то соизволило почтить меня вниманием. Так, так, так. Ты прекрасно знаешь, что я обожаю твою еду. Но моего мнения это не изменит. Искусством ее назвать нельзя. Так, я добыла мясо на охоте. Нефика сказала, что ты все присылаешь ко мне голодных ворванцев. Это уже даже не смешно. Она сказала, что ты готовишь лучше всех. О, дитя знает, как очаровать. В кои-то веки Нефика говорит искренне. Узнаю ее. Она думает, что у всего в жизни можно добиться лестью. Ну, ну, дуться будешь потом. Сейчас нам пора заняться чем-то более серьезным. С вашим древом что-то не так? А, так. Канад хочет, чтобы Атуа занималась только этой проблемой, но мне кажется, она и так старается изо всех сил. Не отвлекайся. Канад хочет узнать, остались ли у тебя навыки Нави. Да и мне самой тоже интересно узнать. Так, ну, я последовала. Создайте новое снаряжение шкуры стурмбиста. Так. На какое снаряжение шкуры стурмбиста можно создать? Отлично. Теперь иди покажи Канаду, как ты вплела свои цвета в наши. Как когда-то делал твой народ. Не бойся, он только рычит громко, но не кусается. Я подойду чуть попозже. Замечательно. В чертоге советов. А где чертог советов? То есть он, значит, говорит... Она говорит, он не кусается, да? Но я подойду потом. Так, ребят, где у вас чертог советов? Значит, здесь мы входим, да? Тут всего один проход-то был. А, тут проход наверх еще есть. Значит, правильно, что я сюда отошла. Все-таки иногда сложно ориентироваться в мешанине синих цветов. Меня это заботит, и тебя должно бы. Алейма, вокруг полно небесных людей. Ты же знаешь. В чем разница? Скажи, если рядом с твоим домом упадет летучая машина небесных людей, и все вокруг переломает, тебя это совсем не напугает? Я все еще здесь, и все еще говорю тебе, что беспокоиться не о чем. А что, если кто-то пострадает? Когда мы видим опасность, разве мы просто говорим себе, ну, надеюсь, кто-то что-то с этим сделает? Этот кто-то мы сами, Нейн. Мы знаем, почему вообще упал летательный аппарат? Нет, мы не знаем. Именно поэтому я прошу в это не лезть. Ни тебя, Алейма, ни тебя, Соренто. И меня не вмешивайте. Успокойся, Нейн. Я ни в коем случае не хочу, чтобы ты пострадал. Но помощь мне бы пригодилась. Я могу, но не хочу, чтобы у вас потом были проблемы. Не обращай на него внимания. Это мое решение. Этот летун упал где-то у ростчерка Ткача, у реки. Для начала можно поискать там. Ничего ты там не найдешь, Алейма, только время потеряешь. Соренто, тебе я не рекомендую совать нос, куда не просят. Тоже побочка, да? Так. И куда? Так, здесь целители. Или что? Ага. Вот он. Привет. Нефика хорошо постаралась. Теперь в тебе можно узнать Соренто. Мы скорбим по твоему народу. Их совет много для нас значил. Но привело тебя явно нежелание делиться мудростью клана. Небесные люди. Сопротивление пытается дать отпор, но в одиночку и не справиться. Так вот, что тебе нужно. Ты стоишь в сердце нашего древа дома. Даже ты можешь почувствовать его тепло. И при этом ты просишь меня принести войну сюда? Нет. Они принесут войну с собой. Прошу вас. Клану Аранахи не нужны конфликты. Ты же хочешь втянуть нас в бойню. Жаждешь крови. Ты помнишь свою семью? Немного. Мою мать. Ее улыбку. Ее тепло. А помнишь ее смерть? Осталась ли в твоей памяти предсмертная улыбка, беспомощная, утешающая? Доводилось ли тебе смотреть, как Святейвы покидает глаза того, кого ты любишь? Ну, теперь тебя точно запомнят. Каната вывести из равновесия очень сложно. Осторожнее, душа моя. Мне не хотелось его злить. Пыши нос. Отправляйся на вершину нашего древа. Наша Цахик вернулась. Но я думаю, что на вершину путь мы будем искать уже в следующей серии. Понять бы еще, как туда залезть. Вот. А пока всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok